Здравствуйте, меня зовут Андрей Дрейер, это коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. Нешелковый путь. Из-за ужасного состояния дороги парнольские предприниматели теряют прибыль. Диванные огнеборцы. Как оборудовать квартиру, чтобы защитить ее от пожара? Главное снаружи. Какими должны быть двери подъездов и подвалов? А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Не шелковый путь. В Барнауле есть бизнесмены, которые теряют клиентов из-за плохой дороги. До магазинов, складов, офисов покупателям просто не добраться. Это про улицу Германа Титова, где дорожное покрытие они ремонтируют больше 10 лет. Улица Германа Титова. Легковой автомобиль даже в сухую погоду здесь проходит тяжело. А после ливней улица выглядит так. На территории порядка одного километра дорога полностью отсутствует. То есть как дорожный асфальт, как дорожное покрытие, так и фонарные столбы. Невозможно передвигаться ни автомобилем, ни пешеходом. Дистанцию с препятствиями власти годами не пытаются ни ремонтировать, ни тем более реконструировать. Мы обращались в свою очередь в ГИБДД, в комитет по дорожному хозяйству. Также были обращения направлены в администрацию города, в прокуратуру. Прокуратурой была проведена проверка. В ходе проверки было выявлено, что действительно есть нарушения дорожного покрытия, которые не соответствуют ни одному ГОСТу. Но несмотря на это денег в бюджете нет. В очередь нас поставить также невозможно. 2020 год – это предположение еще очень оптимистичное. На официальном сайте города выложена карта дорожного строительства и ремонта, согласно которой участок Германа Титова будут ремонтировать только в 2024 году. Непосредственно в районе 12 лет здесь полностью отсутствует дорожное покрытие. То есть в принципе асфальтного покрытия нет вообще. И 12 лет здесь не делается ничего. Ничего не предпринимается властями. То есть факт нарушения, он присутствует, они его подтверждают, но ничего не предпринимается. Прокуратура и администрация города на многочисленные жалобы отвечают примерно одинаково. Планировался ремонт в нынешнем году, но денег, к сожалению, не хватило. Деньги теряют и люди, которые на Германа Титова работают. Слишком дорого обходится ремонт машин. Второй пункт в графе убытки – клиенты не могут добраться до магазинов, складов, офисов. Предпочитают лишний раз не бить подвеску. А пешеходы просто физически, весной, например, не могут преодолеть грязевые барьеры. Бизнесмены с улицы Германа Титова стараются уйти. На этом теряют уже владельцы помещений. С 2007 года здесь постоят пустые офисные помещения. Аренда офисных помещений также отсутствует и напротив. От улицы Малахова до 10-й западной делается дорога капитально. Каждый год заходить на 11-ю западную не планируют. 12-я западная не ремонтируется. Предполагают, что причина такой избирательности проста. Да, до улицы 10-й западной дорогу ремонтируют, потому что на ней же почти на пересечении с улицей Германа Титова управления ГИБДД по Алтайскому краю. Получается, денег на содержание по ГОСТу одного участка дороги хватает. А вот для того, чтобы проложить асфальт немного дальше, средства не могут найти вот уже 12 лет. Возможно ли отремонтировать дорогу раньше указанного срока? Мы отправили запрос в администрацию города. О том, что нам ответили, расскажем в следующем выпуске. А сейчас мы поговорим о том, как оборудовать свою квартиру, чтобы обезопасить ее от пожара и ликвидировать возгорание на ранней стадии. Систему водопроводов, холодного водоснабжения, врезается кран насечной и в дальнейшем вешается шланг пожаротушения. При каких-то локальных возгораниях небольших этот шланг разматывается в сторону очага, возгорание включается кран и тем самым человек, взрослый человек обязательно может потушить очаг. И тем самым есть время на эвакуацию и возможно даже если в первые секунды пожар начался тушиться, то удается ликвидировать возгорание. Абсолютно любую систему можно монтировать, где есть обычная холодная вода. При постройке новых домов застройщик обязан эти шланги устанавливать в квартиру. В дальнейшем на старом фонде, на дома, где изначально во время ремонта сняли жители этот кран, возможно также в любую точку под раковину, около унитаза можно установить этот шланг пожаротушения. Инструкция от производителя, она минимальная, там буквально 3-4 пункта. Основные позиции это то, что при начале возгорания, при обнаружении пожара, берется этот шланг, снимается с какого-то кронштейна, либо он просто лежит у человека, раскидывается в сторону очага, открывается кран на всю и человек просто начинает тушить водой пожар. Он крепится либо на стену, на обычный гвоздик, либо кладется в специальный мешочек, с которого потом легко достается и пользуется по назначению. Единственное, его не нужно заматывать ни в какие нитки и не вкладывать в плотные пакеты, из которых потом будет проблематично достать. Держать его либо в шкафчике где-нибудь под раковиной, либо на видном месте около стойков воды. Также в частных домах, абсолютно в любом месте можно поставить этот шланг. Такими простыми усилиями можно победить небольшой огонь и предотвратить настоящий пожар. А вот как сохранить в квартире тепло? Наш следующий специалист уверен, что не последнюю роль здесь играет качество установки дверей и окон в подъезде и подвале. Обустраивать их должна именно обслуживающая организация. Здесь температура не будет держаться, герметичности нет. Должна быть обита железом дверь, изнутри должен быть слой утеплителя большой и плотно подогнана. То есть подвал должен быть герметичным. Температура в подвале должна соблюдаться плюс 5 градусов. А вот эти окна, которые по диагонали, когда душно в подвале, или проветривание, или жарко, значит, то должно проветриваться, сквозное быть проветривание по диагонали. Ну вот окна должны быть не в таком состоянии, они должны... Две рамы должны быть стеклянные и решетка от крыс и мышей. Это в соответствии с правилами. Вот то, что я рассказываю, жильцы могут смело писать, в жилищную инспекцию обращаться. В жилищную инспекцию составит акт визуального осмотра зданий, заставит все недостатки, указанные мной, устранить. И это без всяких дополнительных там выплат. И чтобы не обманывала управляющая компания. Вот нас оштрафуют, и мы, значит, с вашего там содержания жилья... Нет. Все штрафы выплачивает управляющая компания только из своего дохода. То есть те деньги, которые они как бы присвоили из содержания жилья, не выполняя работы, вот тут как раз они... ну и в доход государства пойдет. Подъезд должен быть герметичным, подвал должен быть герметичным. Когда будет герметичным подъезд и подвал, то в квартирах будет однозначно теплее. То есть у нас жалуются в основном кто? Квартиры первых этажей. Почему? Ну потому что сквозняк и холод идет от такого подвала, с такими окнами. С подвала идет холод, а там должно быть не меньше, чем плюс 5. Больше может быть. Меньше не должно быть даже в морозах. И даже в угловых там. Мы вот замеряли как-то пару подвалов, заходили, там минусовая температура стоит, особенно сквозная. Ну как, естественно, ходят в валенках на первых этажей. Это недопустимо. Управляющая компания, как мы выяснили еще в прошлом выпуске, не всегда имеет финансовую возможность устранять все мелкие недостатки. Возможно, прежде чем жаловаться в жилищную инспекцию, стоит поговорить с представителями обслуживающей организации. В данной ситуации, если жители будут только жаловаться, только писать, это ни к чему не приведет. Я понимаю, что, ну скажем так, в семье не без вшивой овцы и управляющей компанией некоторые не совсем корректно работают и неправильно. Но по факту могу завидеть, что в городе Барнауле 80-90% управляющих компаний работают именно на результат. Они работают, чтобы именно взаимодействовать с собственниками. А те, кто именно пишут или мешают, скажем так, плану работ, которые вот в этом году определенно сделаны, в следующем другие, они только мешают нормальному, то есть именно проведению аварийных работ необходимых. Потому что, допустим, в ситуации, когда вам необходимо сделать ремонт крыши, и это важнее гораздо, и у вас есть эти же 100 рублей, вы не можете за них выйти. И к вам приходят, говорят, сделайте ремонт подъезда. А смысл делать ремонт подъезда, если крыша все это потом смоет весь этот ремонт? В общем, необходимо все-таки именно взаимодействовать с управляющей компанией и приходить на приемы, приходить именно к мастерам, к инженерам, именно работать вместе, а не просто жаловаться. Если у вас не получается вести диалог с ответственными инстанциями, если вас беспокоят коммунальные проблемы, обращайтесь к нам. Заполняйте форму на сайте talknews.ru, и мы попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. До встречи! Продолжение следует...